Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня делаем абсолютно честный обзор на М48А2 Раумф Панзер. Что с собой машина представляет? Ну для начала это единственная машина, которая в нашей игре обладает вот таким вот великолепным ковшом. Да, очень красиво. Причем этот ковш, ребят, еще и немножко защищает данную машину. Но это мы с вами посмотрим на силуэте данной машины через призму ее бронирования на дополнительном ресурсе. Что касается орудия, которое мы можем заценить непосредственно стоя в ангаре, то, ребят, если посмотрим на базовое значение по орудию, то здесь уже время перезарядки 6.14. Что касается ДПМа в базовом ее состоянии, то 2.200. И, ребят, время с введением, которое равно практически 4 секундам. Разброс, ребят, вполне божеский, вполне нормальный. При этом средний урон 225 единиц на базовых снарядах и 210 мм пробития. Что в целом для уровня вполне нормально, вполне окей. Угол слонения орудия вниз минус 9 позволяет качественно и грамотно отыгрывать от неровности. Если, ребят, вы это дело все еще и улучшите, поставите себе соответствующую амуницию, добавите машине подвижности, поставите себе все возможное оборудование, которое вам необходимо для того, чтобы комфортно играть, то, соответственно, ребят, будет вам гораздо больше счастья. Потому что в таком случае ваше орудие существенно улучшается. 5,5, ребят, секунд, 2470 единиц ДПМа. Крайне приятное, нормальное время сведения в чуть больше, чем 3 секунды. Но и, ребят, при этом всем, понятное дело, что показатели по пробитию и по урону не увеличиваются, потому что вам поставили на досылатель. В принципе, 210 единиц больше, чем достаточно и нет необходимости ставить калиброванные снаряды. Ну а что касается необходимости пробить кого-то покрепче, то есть подкалиберные с пробитием в 260. По-моему, вполне нормально и нет необходимости что-либо в отношении пробития улучшать. Что касается, ребят, брони по данной машине, то броня по данной машине выглядит вот таким вот образом. Как я говорил, ковш это дополнительный экран, который защищает. Да, пускай не там супер-пупер какой-то он бронированный, тут 30 мм по этому ковшу. Но какие-никакие, дополнительные 30 мм есть, а главное, ребят, скрывает местонахождение нижнего бронелиста. И, по-моему, это очень удобно, потому что здесь угадать, куда конкретно прокидывать, порой кидают как раз мимо, пробивают ковш, но не пробивают нижний бронелист, потому что просто промахиваются по нему. Это действительно приятно, действительно классно. Ну, короче говоря, штука интересная, да и внешний вид у него просто обалденный. Что касается башни, здесь действительно хорошая приведенка по щекам, довольно неплохое бронирование во лбу башни, но, ребят, огромная, просто мега зашкаливающая, огромная ком башня, которая картонная до безобразия пробивается просто-таки на ура. И даже ваш вот этот вот очень хороший угол склонения орудия вниз не позволит вам качественно отыгрывать от неровностей именно от башни, а просто добавит комфорта в игре на данных неровностях. Ну, соответственно, добавит просто комфорта прицеливания по врагам. Что касается кормы бортов, то здесь, в принципе, все понятно, вы сами все видите, особо обсуждать нечего. Что касается сравнения с другими машинами на уровне, коих здесь, блин, со счету сбиться можно. Не буду ни с кем его сравнивать по одной простой причине, потому что в целом, ребят, все машины здесь плюс-минус похожи, либо крайне отличаются друг от друга. И из пальца высасывать схожесть либо различие мне бы не хотелось. То, что действительно бросается в глаза, это подвижность машины. Всего лишь 42 километра, и это, ребят, средний танк. Все средние танки на уровне куда подвижнее, чем этот товарищ. Что касается, ребят, процента по победам, то 54%. Вроде бы неплохо, но не зашкаливающе. Есть ребята, которые дают результативность повыше. Поэтому сказать, что эта машина прям суперская, я не могу. Но то, что в ней есть что-то прикольное, интересное, это однозначно. Почему говорю, что не могу сказать, что есть что-то суперское в ней, или она такой является? Ну, потому что у нас на уровне до сих пор есть такие машины, непревзойденные, как, допустим, та же самая Химера, как Проджета 46, как Центурион. Короче говоря, те машины, которые могут предоставить вам гораздо большее в отношении удовлетворения от боев, чем, допустим, тот же самый Рамф Панзер. Когда он появился, это была какая-то уникальность. Уникальность была именно из-за внешнего вида. И многие считали, что вот этот ковш, он будет, ну, крайне бодро помогать в игре. Но, к сожалению, это не так. К сожалению, все же, несмотря на то, что там есть каких-то 30 миллиметров брони, ну, зачем ты толкаешься? Хоть и есть здесь каких-то 30 миллиметров в этом ковше, они не сильно там от чего-то спасают. Их пробивают эти 30 миллиметров. Да, они на себя принимают какую-то определенную часть пробития снаряда, который закидывают в нас, но все же не настолько все бодро, как всем казалось и как все хотели, в принципе. Такс, ждем, ждем кого-нибудь. Неужели никого нет? Не верю. Подсветила нас химера. Отваливаем немножко назад. Кто-то себе уже открыл фиксера, с чем я его и поздравляю. Так. Ну, вот как-то вот так вот и получаем первое непробитие. Как вы видите, непробитие мы получаем именно благодаря тому, что кинули нам в ковш, ковш пробили, а вот за ковшом не было ничего того, почему можно было бы нанести урон. И именно благодаря этому мы этот урон и не получаем. Глупость я сейчас сделал, не спорю. Надо было не проскакивать. При этом все, у нас уже где-то там обошли. Где-то мне уже кто-то в корму забрасывает. Так. Ну что, поехали. Попытаемся, что ли, подняться. Чуть-чуть выше. Привет, химера. Вроде бы альфа не сильно маленькая, но в целом все равно почему-то не хватает. Не знаю почему. Хотелось бы больше. Так, отходим. Отходим, отходим, отходим. Займем сейчас какую-нибудь позицию, такую плюс-минус удобную. Но в целом это сложно. Даже при минус 7 углах склонения орудия вниз, все равно дискомфортно находиться на вот таких вот площадках. Так, ТВПшник. Хорош хулиганить. Нет-нет-нет-нет-нет, только не АМХом, не в баркину. Контрила в этот момент, Т-28-я, HTC. И именно из-за этого нас и слили. Жаль, жаль. Первыми вылетели в ангар, но попадались, что-то заценили. Как вы видите, пробивается машина, пробивается с легкостью. Даже вот в этот вот шарф в основании башни пробили. Пробили в борт башни. Ну, короче говоря, ребят, по броне здесь особо хвастаться нечем. Но, с другой стороны, это средний танк, который, в принципе, и не должен быть забронирован как тяж. Вот что касается ковша, как я уже сказал, по ковшу нас пробили, но за ковшом не было ничего, что могло принимать на себя урон. Соответственно, урон через ковш к нам и не прошел. По-моему, довольно прикольно. Досматриваем бой. Обязательно заедем еще в один, для того, чтобы посмотреть, насколько ровно от боя к бою машина играется. Итак, друзья мои, бой закончился победой. 1300 единиц нанесенного урона, но все это из-за того, что нас первыми вынесли из этого боя. Мы сделали один фраг, мы получили за этот бой практически ничего не делая. 55 тысяч с серебром, с учетом прем-аккаунта. И, по-моему, это прикольно. И мы заняли гордо третье место в команде, правда, с конца. Что касается наших ребят-лидеров, однозначно лайкуем, потому что ребятам классно отыграли. Умнички, молодцы. Затащили. АМХ умудрился с остатками своей хпшки еще и выжить. Ну, а что касается наших соперников, то Левчику и HTC однозначно лайкосы надо поставить, потому что данные ребята старались в команде соперников действительно изо всех сил. Ну что, берем машину, запрыгиваем еще в один бой, ну и посмотрим, насколько ровно от боя к бою данная машина играется. В целом, ребят, отыгрывать на раунд в панзере вполне комфортно. Точное орудие, довольно нормальное время сведения, вполне приятная комфортная точность на дальних расстояниях и вполне себе сносная альфа. Что касается всего остального, то, безусловно, далеко не самое лучшее, что можно найти на уровне. В частности, меня больше всего смущает как раз живучесть данной машины. Если бы ему брони немножко больше насыпали, мне кажется, что толку было бы, ну, существенно больше. Я не знаю, сейчас, в принципе, правильно я делаю или нет, что подъезжаю сейчас наверх сюда. По одной простой причине, потому что, как я уже сказал, у меня есть огромнейшая комбашня, которая на ура спокойно пробивается. И, соответственно, здесь, стоя на возвышении, ну, ребят, закидывать будут просто-таки безбожно. Сейчас 117 прилетело, хочу посмотреть, куда, и, в принципе, считаю, за необходимое отсюда немножко отвалить. Потому что сейчас будут мне делать дополнительных отверстий, и я не хочу этого. Круто так. Спустился по-ковбойски, еще я умудрился одного добрать. Ну, как видите, в башню залетело сверху, и в целом, ребят, не сильно комфортно. Это то, о чем я говорил, что в отношении живучести машина, ну, оставляет желать лучшего. Так. Двое ребят на горке, хотя один из них сейчас отвлечен нашими ребятами, а значит, мы можем попытаться немножко подъехать и чем-то помочь. Эх, не получилось. Эффект неожиданности, к сожалению, неожиданностью не оказался для соперника. Снаряд пролетел мимо, это не очень приятно. Короче говоря, играя на данной машине, ты постоянно находишься в размене. Вопрос заключается в том, насколько грамотным будет твой размен. Насколько ты сможешь грамотно разменяться, ну, и, соответственно, таким образом быть полезен своей команде. Про выживание на данной машине, ну, сложно. Сложно, ребят, очень-очень сложно. Откачусь назад, не хочу, чтобы сейчас кто-то ко мне спустился и в меня закидывал. Так, есть шершень, где ты там катаешься? Давай мы с тобой попадаемся. Вот сейчас мне больше повезло, чем закономерность, и сейчас, в принципе, шершень мог оставить меня шотным в этом бою, но мне фартануло, а ему не очень. Поехали. Попытаемся по типу 62-му, по корме поработать, пока он там стоит, бедняга. А, он стоит к нам лицом. Ну, тогда мы абсолютно честно и без сволочизма будем отстреливать по нему, а не из-под тяжка в спину. Три фрага машина способна добирать, как вы видите, и в предыдущем бою. В принципе, у нас были все шансы показать себя, но, к сожалению, не получилось из-за того, что нас вынесли первыми. Тигрик, показывайся, пожалуйста. Да ладно тебе. Ладно. Добрали его без меня, но в любом случае, три своих фрага мы сделали. Уже большое спасибо, как говорится. Ну и что касается нашей результативности в данном бою, то мне кажется, что она будет чутка получше, но все равно явно не первое место в команде по урону. Но, опять-таки, ни одним уроном победы делаются. 1777 магические три семерки, три сделанных фрагом. Что касается результативности по серебру, которую мы получаем, то 58 с половиной тысяч. Ну и что касается, ребят, нашей результативности по команде, то, как я говорил, не на первом месте, но гордо входим в первую тройку лидеров. И, по-моему, это довольно неплохо. Как обычно, лайкуем всех тех ребят, которые очень сильно старались. У кого-то не получилось, но они действительно пытались сделать все возможное для победы. Ну и я считаю, что они достойны того, чтобы получить свои лайки. Вот такой вот он, Раунф Панзер. Брать или не брать, покупать или не покупать, здесь, как обычное решение за вами. Я свое дело сделал. Выкатил машину на абсолютно честный обзор, ничего от вас не скрывая. Ну а вам, ребят, надо принять еще одно взвешенное, но крайне правильное решение. По вот этому желтому шильдику в правом нижнем углу подписаться на мой канал, что позволит вам участвовать в розыгрышах. Да и, в принципе, нажав на колокольчик, вы будете своевременно получать уведомления о выходе новых роликов, которые я снимаю специально для вас и буду благодарен за то, что вы будете их смотреть. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова